приветствую вас ребятушечки ну что ж сегодня у нас большой день сегодня мы наконец-то походу отправимся в это грёбаный аллах вам асиафа то это действительно великий день для нас потому что вы к этому долго шли из-за этих запарных квестов что подожди день подожди 2 ну что стрел у нас круче натуре дохера 1120 обычных стрел 95 магических и 102 огненных еще освещенных даже немножко есть эликсира в принципе вроде бы тоже хватает правильно да поэтому я думаю что все должно быть хорошо до еды хватает воды хватает я думаю что все должно быть хорошо плюс как раз может быть натуре в этом масть яфе мы себе и деньжат каких-то там размутим до будем надеяться какие-то там травок хороших возможно тех же я от гоблина там так где этот придурок только находится но надо же не забыть сидя до коленчик курить и вправду кстати еще помните этот братишка нас просил как его гонсалес или как вот он зовут александро гонсалес или иньорита да он просил просил нас чтобы мы типа его с собой взяли полу в это логово и себя правильно помню а или мы уже покурили или мы покурили там в лагере да мы что в этом лагере покурили типа и да и нам уже сделала точно что зря я это делал ну ладно вот выпей этот напиток а что это не волнуйся он поможет тебе немного освежить твою память ну хорошо давай его сюда ну пей пей епты как вкусно братишка потуха ты смотри сейчас сейчас оклемается и такой а я типа я вспомнил все там да да так что как найдем логово надо будет еще к этому гонсалесу сходить и так понимаю да сообщите по ему или что или когда об этом говорить может быть дневнике что-нибудь напишешь но хоть это вряд ли до дневники никак права ничего не пишут в чем дело но и как твои ощущения не могу сказать что слишком приятные этот твой напиток прилично бьет по мозгам похоже что я был без создания несколько минут так оно и было но давай сразу к делу теперь ты вспомнил где видел тот знак на амулете да я все вспомнил и даже больше чем стоило бы и ты сможешь отвезти меня туда думаю да как ни странно но это место находится совсем недалеко от нашего лагеря тогда не будем терять времени веди меня хорошо следуй за мной давай братишка браток брату братишка парам парам пам пам так там по дороге по идее теряешь монстриков быть не должно правильно я хочу тут про это еще не подумал если честно по идее не должно правильно мы что морков полом перебили которые были по дороге разве что ищущих возможно повстречаем но они на этого чувака агресса по идее не должны а мы просто там где-то в сторону если что отойдем на время правильно и я думаю что все должно будет быть нормально четко так бегает медленно я почему-то даже перегонять начинаю странный какой-то момент хотя нет не перегоняем не на показалось проток порток братишка проще было бы на работающего зачем мне стать это делать это миссии сопровождения одну тут реально ужасный искусственный интеллект куда проще было бы допустим сказали бы там я видел этот знак там допустим там в пещере там возле такого-то места да и все и ты идешь уже сам находишь там это логово правильно вот ну блин серьезно вот это не час три часа бежать за этим чуваком при этом бояться что вот пожалуйста при этом до жути боятся что тут часто полазать и братишки типа вот этих вот черных орков да и при этом боятся что он еще будет тупить своим конченым искусственным интеллектом да вот я вам сейчас сделал свой теку чуть-чуть он теперь делать и у нас от хоре не свернулся ли что то есть но согласитесь много пиздоватизма как бы в игре вот они сделали типа вот блять вот черт с одной стороны но вроде бы прикольно реалистично то что человек боится орков но с другой стороны ну серьезно нахуя но мне надо вот это вот мне по сто раз возвращаться в хоринист находить этого долбоеба блять если мы чего еще его найдем кстати говорят уж это что же такое это не факт да я вроде бы всех орков зачистил дал ведь я так вроде бы помнил что что вроде бы есть уже хорини зачистили то есть можно свободно перемещаться но кажется что там было еще два долбоеба блять и вот теперь давай по новой блять беги к локи и по новой типа блять говори братишка отведи меня туда-то туда-то если он еще здесь будет повторюсь вот пожалуйста его здесь нету вот и чё теперь делать то есть просто то я жил и вот взять ему вот мне кажется что что просто вот реально модификацию делку это уст отсталый человек абсолютно потому что ну как еще объяснить некоторые вещи в этой модификации ну блять вы в своем уме да я вот бегу блять там оказалось что там была пара орков это дубль вдвойку это съем было ладно пускает пускай там реалистично смешно хорошо ну так блять пускай он берется свою стартовую локацию пускаем будет там где зовут кальянщики правильно он же там должен находиться нет и возвращаюсь там нет никого нихуя и мне единственный вариант а теперь перезагружаться до разговора с ним блять да и пиздя ведь короче говоря эти сначала этих орков поубивать а потом уже короче говоря блять говорить с ним вот серьезно и после этого вы его договорите то что это хорошие модификации и почему ты хуесосишь разработчиков блять я не знаю ребяту блять серьезно найдите здесь хоть что-нибудь чтобы здесь нормально бы работала даудли без багов без заебов всякие да вот найдите хоть какой-то один момент в игре чтобы блять не было как будто заеба чтобы не было бага с анимацией чтобы не было вылета чтобы не было тупорелла бреда блять да как это было допустим той же блять на том же плато древних блять вот нахуя но мне надо да пиздец просто какой-то если честно и я не знаю что еще сказать ладно буду ставить паузу потому что дальше буду перезагружаться честно на игра вылетит как всегда и пойду потом зачищать там всю ту территорию я даже не знаю куда надо идти правильно сейчас убью этих двух орков блять потом окажется что он пойдет куда-то куда-то где еще будут эти орки блять потом будет съем вас опять да и мне придется блять потом но это пиздец просто да лишь не знаю маршрут куда у меня поведет а хуй узнаю что где-то еще будут торги и он опять ох черт я съел буюсь отсюда до блять и блять и опять давай короче говоря перезагружается ну блять но это не долго и безумно почему если вы такие ебанутые дауны нельзя было просто сделать что-то токи тебе говорить я вспомнил эта пещера находится там то там то ну или этот вход находится там то там то вот Почему нельзя было сделать так? Если вы знаете, что у вас пиздоватый искусственный интеллект, если вы знаете, что вы сами как бы пиздоватые и не можете ничего нормально сделать, у вас всё через жопу, да, блядь? Почему нельзя было сделать вот таким вот макаром? Нет, блядь, он должен тебя отвезти, но при этом, нахуй, не дай бог, ты по дороге встретишь какого-то монстра, блядь, да, там, и всё, и пизда, короче. Он съёбывается, потому что ему страшно, и на исходной точке его нет. Ну, не знаю, может быть, я сейчас бы, если бы поспал, какой-то там один час, может быть, он здесь бы появился, хрен его знает, но это такое, я в этом сомневаюсь. Ну, он сказал, недалеко от нашего лагеря эта штука находится, а это лагерь, на который напали, а лагерь, на который напали... А хрен его знает, да? Я же не знаю, на какой из лагерей напали в тот раз, правильно? Поэтому, блядь... Но вряд ли это тот, в котором мы были, тот, что возле чёрного тролля, правильно? Это вряд ли тот лагерь. То есть, возможно, это тот, который там вот наверху, потом ещё... Ну, давайте, да, сейчас покручили, пробежимся. Пробежимся, пробежимся. Ну, где эти ребята, блядь? А, но мы наверх не поднимались, мы, по-моему, продолжали вот так вот идти, да, поэтому у нас орки и сагрились, собственно говоря. Да, мы продолжали идти, поэтому орки у нас и сагрились, собственно говоря. Значит, по идее, мы сейчас идём правильно. Я же просто вся фишка в том, что, по-моему, блин, хер, он вроде же даже противников больше нигде быть и не должно, на самом деле, потому что, ну, мы реально всех перебили. Во всяком случае, таких противников, от которых он будет сматываться, правильно? Потому что, да, ну, орки ещё ладно, я не думаю, что он будет рассматриваться с каких-нибудь гоблинов. Ну, да, так мы, по-моему, весь Хоринис уже зачистили, поэтому я думаю, что, кроме этих орков, тут быть никого и не должно. Ой, давайте опять репортироваться. Ну, единственное приятное во всём этом, это то, что мы теперь сможем помолиться Аиносу, потому что я почему-то завтыкал. Да. Потому что я почему-то завтыкал, когда мы это делали в прошлый раз. Я только почему-то захотел корень покурить, а про Аиносу совсем забыл. Хотя, с другой стороны, я тоже прекрасно понимаю, то, что всё равно мы уже до сотки никак не раз... А, нет, не забыл, мы даже когда-то уже молились. Тю, блин, я что-то завтыкал. Да, до сотки мы всё равно не раскачегарим. Сто процентов. Хотя, с другой стороны, убить изговора, я так понимаю, будет неплохой бонус, правильно? Ой, блядь, не туда я иду. Под ту же тридцатку, скорее всего, да? Или даже сорок. Плюс ещё ледяной дракон. Да-то уже где-то мы в сумме получим где-то 80 кармы. Да, где-то 80 кармы. И если вот так вот ещё пару раз помолиться, то кто его знает, может ещё и даже сотку ту же самую набьём. То есть, серьёзно, ну, блядь, вот реально пиздоватые модификации, вот даже вот в таких вот мелочах, казалось бы, блядь, сюжетный квест этого лога Ломастиафа, вот, блядь, а сделать их вот здесь всё, типа, нормально, да? Но и здесь же всё через жопу, я жубы. В игре слабый искусственный интеллект, вы его никак не улучшали, потому что, ну, понятно, как вы его улучшите, если вы, вы можете только на каждый квадратный метр, там, блядь, наставлять звероячеров и прочих ребят, да, это вы умеете. А что-то улучшить в игре, да, там, блядь, это уже хуешки, как бы, да, понятно. Блядь, ну, я жу, ну, вот вы об этом же тоже знаете, так нахуя, почему нельзя было бы сделать, то, что он тебе просто говорит расположение этого места, и ты бежишь туда сам, или уже там с Гонсалесом тем же самым, да? Вот так хуя было делать такой бред. Почему я жу, это еще хорошо, допустим, вот в моем случае, потому что я уже всю дорогу, как бы, реально, расчистил, ну, скорее всего, реально, я не знаю, где тут еще могут быть орки, или какие-нибудь такие другие опасные ребята, блядь. То есть, да, в моем случае еще хоть в этом плане, блядь, нормально, а вот реально, допустим, человек ничего не расчищал, потому что ему это было неинтересно, это ему, блядь, получается, придется, блядь, расчищать полухориница, чтобы с этим долбоебом нормально добраться, блядь, да? Разве что, если он узнает маршрут правильный, да, там, где-нибудь, на форуме, опять-таки, поищет, потому что игру хуй пройдешь, если не будешь заходить на форум, или смотреть чужие прохождения, блядь. Ну, пиздец, я же, я в нее играю, и я не понимаю, блядь, вот реально, вот как в это можно играть, вот и жу, я чисто играю за записи, чисто из-за того, что у меня, как бы, летсплей. И съезжу, если я бы ее не снимал бы на канале, я бы никогда бы эту парашу бы не играл, потому что, ну, кроме блевотной реакции, кроме отвращения, эта модификация у меня ничего не вызывает, реально никаких ощущений. До строки здесь все криво, до строки все через жопу, не продумано, блядь, да? В во всяком случае, в моей версии, да, может быть, там более будущих, там и для ловкачей более-менее нормально сделали, может быть, там нет уже этих багов с анимацией оружия у звероящеров и многих других противников, да, там с радиусом оружия, блядь. Да, может быть, там многое что поправили, но я же, я так понимаю, что все равно нормальные рабочие версии этой игры нету, потому что часто пишут то, что там, допустим, в той версии поправили то, но там появился новый пиздоватый прикол, либо новый баг, блядь, да, в общем, это что, нормальные натуре версии этой игры ее просто не существует в природе, в любом случае, просто есть более-менее, наверное, какая-то играбельная, которая не у меня, блядь. У меня, я так понимаю, вообще какой-то летый пиздец, а не модификация, да? А не версия, вернее, блядь. Ну, в любом случае, я уже который раз повторюсь, блядь, хоть часто и говорят, типа, вот там есть более новая версия, она, типа, нормальная. Но, блядь, ведь реально, вот скажем, как есть, да, если эту версию выпускают, блядь, значит, она готова к использованию, правильно? Это все равно, что выпустить, блядь, мерседес какой-нибудь, чтобы на нем люди ездили, блядь, а потом сказать то, что у вас хуевая версия мерседеса, поэтому вы убились, блядь, убили всю свою семью на этом мерседесе, да, потому что там тормоза не сработали, допустим, блядь, а мы вот сейчас, блядь, через месяц выпустили еще новый, он уже охуение, да, то есть, блядь, ну, это вот реально чем-то напоминает, почему нельзя было сразу выпустить играбельную версию, нахуй вы выпускали, блядь, каждую версию, причем, потом они буквально через неделю, наверное, блядь, нарядная неделя проходила, выходит новая версия более, типа, лучше, блядь, но чтобы в нее играть, ты должен начинать новую игру, блядь, вот это вообще такой пиздовотизм, я тогда помню охуевал, когда это все происходило, да, То есть, и реально же долбоёбы, которые, блядь, в это играли, да? Они же реально брали, короче, то удаляли, ставили новую версию, блядь, и опять по новой новую игру начинали. Хотя они же, блядь, всю неделю задротили сутками, нахуй, в эту парашу, да? То есть, ты надо быть таким ебанутым человеком, чтобы, блядь, сука, сутками задротить в игру, потом тебе, как сука, ёбаному долбоёбу говорят, что, блядь, типа, иди нахуй, уже новая версия, она более хорошая, в неё можно играть, блядь, и ты удаляешь старую, и опять по новой начинаешь играть. Да-то реально, да, вот таким ебанутым человеком, таким задротом, чтобы я просто нет слова, блядь, это реально, это пиздец просто. Тем более, в то время, когда, ну, блядь, в мире дохуя хороших игр, блядь, да? Конечно, готика это шедевр на века, ну, блядь, реально, блядь, да пиздец, да лучше даже в обливон, блядь, поиграть, наверное, да, нахуй, чем вот в эту вот парашу, в это возвращение, блядь. Да ещё и ради этого, тратить хуй, знаю, сколько времени, блядь, сутки на прохождение, а потом по новой начинать игру, блядь. Ну, слава богу, да, тут противников не будет, мы тут всё расчищали, так что мы должны нормально сейчас добраться. Ну, почему было нельзя сказать то, что возле нашего лагеря основного, да, блядь, болотного, да, вот там, блядь, где-то справа, там какой-то проход, да. Вот мы и пришли, и что у нас тут? Позади меня странного рода камень, на нём я и видел интересующий тебя символ, хорошо, я посмотрю, давай, а я, пожалуй, лучше вернусь в лагерь, мне как-то немного не по себе от этого места, ещё увидимся, приятель, само собой. То есть, блядь, ну, я же, ну, ну, просто вот всё, что происходит с этим возвращением, это просто лютый пиздец. И люди, которые, блядь, пытаются это возвращение как-то защитить, блядь, да, там в комментариях, которые что-то там рассказывают, блядь, какую-то хуйню мне там пишут, да. Ну, реально, это просто ебанутые люди, блядь, я не могу это по-другому объяснить. Так, а где камень, блядь? А, вот же, да, я вот сейчас начал даже и не заметил. Так, давайте сначала посмотрим, что там нам пишут в этом, блядь. Ой, да, и в том месте, куда привёл меня послушник Локи, я обнаружил каменную плиту, на которой действительно был изображён символ самулета. Рядом с ней располагался ещё небольшой каменный пегистал, в который отчётливо различался углублённый рельеф в виде того же символа. Думаю, стоит поговорить об этом с идолом-намибом. Ага, то есть нам сначала надо поговорить с идолом-намибом, хотя я так понимаю, что всё, что нам нужно будет сделать, это просто поставить сюда амулет, наверное, да. И как я это сделаю? А нет, у меня нет нужного предмета. Ага. То есть ещё не факт, что мы в этом выпуске отправимся в Масьяв, как видите, то есть может быть ещё, сейчас мы... Блядь, я сейчас не удивлюсь, мы сейчас приходим кидалом-намибом, и знаете, что будет? Он скажет, дай мне амулет, я там с ним что-то сделаю, блядь, и приходи ко мне, блядь, через два дня, нахуй. Я не удивлюсь, если будет такая охуя, вот серьёзно. Я просто, блядь, даже не удивлюсь. Так, идол-намиб, идол-намиб, это он где? Я, блядь, чуть-чуть не помню, если честно. А вот он, наверное, выходит, да, я так понимаю, это что ты, наверное, есть. Да, вот он. Да хватит спать, ты же прикалываешь, почти 10 утра уже, ты чё, ёбнулся, братан, блядь. Я в школе так долго не спал. Так. Ну слава богу, блядь. Хорошо, держи амулет. Надеюсь, у тебя всё получится. Спасибо, что ты, блядь, не сказал, блядь, приходи через день, там, приходи через два, да, блядь, это реально радует, нахуй. Проснись! Больше новостей нету, да у меня. Ага. Хорошо. То есть, серьёзно, блядь, я же, я просто не понимаю этих людей, которые нахваливают эту модификацию. Я не хочу никого обижать, но мне кажется, что надо быть либо просто каким-то умство отсталом, либо просто, ну, реально надо быть задротом, чтобы, блядь, хвалить эту модификацию. То есть, других слов я подобрать не могу, просто не могу, блядь. Тот пиздоватый момент с плато древних. Да я вообще поезжу, получается, просто такой вот момент, блядь, ну, в натуре, оно ж так и есть. Я не думаю, что кто-то найдётся, кто-то, кто будет спорить, что модификацию нельзя пройти, если ты не будешь читать форум, либо, блядь, комментарии самих разработчиков, пошаговая инструкция, как пройти модификацию, да. Либо не будешь смотреть чё-то чужое видеопрохождение, блядь. Либо не будешь, во всяком случае, чуть ли не в 20-й раз её заново перепроходить, как долбоёб. Ну, я же, ну, блядь, натуреанно надо будет вообще ебанутому человеку, чтобы играть в такую парашу, блядь, хуй знает сколько времени, блядь. Пиздец. Ну, а насчёт меньшего уровня сложности, да, то я уже много раз говорил, что, ну, смысл играть в это говно и на низком уровне сложности. То есть, тут есть только смысл пройти на высоком, чтобы доказать, типа, и себе, и, что называется, остальным, что ты там, типа, хороший игрок в говночку, да, то есть. Пиздец. Так, вон, ставим. Так, у меня появилась какая-то запись в дневнике, да. Просто звук, как будто что-то открывается, но я, вроде бы, ничего не вижу. А, вон, да, что-то открылось. А, а это, получается, не телепорт, да? А, я просто, знаете, что думал, что я поставлю амулет, и тут, типа, откроется телепорт, да. А ведь там просто какая-то пещера открылась. Что там пишет в этом? Я вставил амулет в разъём пьедестала, после чего рядом, скорее, открылся скрытый проход, думаю, Гонсалесу будет интересно об этом узнать. Да, вот, Гонсалесу. То есть, они нам даже говорят, чтобы мы взяли с собой Гонсалеса. И вот, опять-таки, сейчас по-любому, наверное, нельзя будет сказать Гонсалесу, что там какой-то проход открылся там-то-там-то, пошли туда-то, туда-то, да. Так, ладно, давай-давай пойдёмте к Гонсалесу, просто, может быть, там какая-то охрана будет, чтобы сразу её завалить. То есть, по-любому, сейчас будет такая хуйня, то, что он скажет, веди меня туда, и мы опять будем, как долбоёбы, блядь, вот этот вот момент сопровождения, да, сначала с Локи беги в ту хуйню, а теперь беги туда за Гонсалесом. Ну, это полный пиздец, просто. Ой. Просто именно до пульсового контента, тут, по сути, блядь, это ведь на туре, ну, нет, вот, по сравнению с прошлой версией возвращения, да, ну, только вот это вот как раз Масьяв, блядь, это единственное, что можно вспомнить. То есть, это же плато древних, это не в счёт, потому что это вообще, это не контент, это просто высер школьника, это, блядь, взяли локацию, один песок, поставили там, блядь, два кирпича, два бритвозуба какие-то там поставили, короче, и всё, вот тебе, блядь, всё, нахуй, плато древних, да, и при этом, блядь, бегай там, когда он по сто раз, блядь, кругами, нахуй, чтобы пройти, блядь, сука, локацию, да, и всю ту хуету, блядь. Блядь, как меня бить с этого, это, сука, это, блядь, возвращение, это пиздец, просто пиздец, так, ладно, давай, блядь, долбоёб. Этот проход открылся, когда я использовал амулет, найденный у одного из твоих старых друзей. Вот это уже интересней, и ты уже ходил туда? Ещё нет, но я собираюсь отправиться туда и выяснить, что сокрыто по ту сторону прохода. Хорошо, но прежде чем это сделать, я хочу, чтобы ты отвёл меня к этому месту, сможешь? Конечно. Тогда пошли, пора немного прогуляться, а то это таверна мне уже порядком надоело. Иди за мной. Ну вот о чём я говорил, то есть, блядь, предсказуемо, блядь, до ужаса, да, то есть я как чувствовал, что, да, ты будешь сначала с Локи бежать в ту пещеру, а теперь с Гонсалесом, потому что, ну, нихуя себе, чего ты хочешь от разработчиков, да, чтобы им, блядь, хоть его ума, блядь, и было не впадал, блядь, сделать такую хуйню. А за мной даже двое бежит, блядь, Гонсалес и моя шлюшка, смотрите, это пиздец, да, блядь, две моих шлюшки за мной бегут, прям получается, блядь. Да, нихуя себе сделать, чтобы можно было сказать Гонсалесу, типа, пиздуй там туда-то, туда-то, блядь, и мы там с тобой просто вместе встретимся, нет, блядь, отведи его туда, нахуй, пиздец. Ой, блядь, какой пиздец, да. И все время оборачивайся назад, чтобы он не проебался, да, потому что, повторюсь, искусственный интеллект, блядь, здесь уровня, нахуй, блядь, пиздеца, и, блядь, все время надо смотреть, чтобы он нигде не проебался, да, ну, блядь, сука, нет слов, нахуй. Я только что пил воду из бочки, блядь, у меня уже жажда 20%, спрашиваю, с какого хуя, блядь, ну, блядь, это пиздец какой, да, ты только-только попьешь воду, блядь, проходит 1 секунда, тебя уже мучает жажда, блядь. Вижу, из безымянного сделали какого-то ебаного, блядь, водохлеба, я хуй его знает, он пьет воду, блядь, каждые 3 секунды, нахуй. И я же, и вот этот момент поуёба, что мы тоже сделали, спиздили из фоллаута, блядь, ну, я же, ну, там это было по-людски сделано, ну, блядь, нормально, ты там мог из рек пить воду, ты там мог рязную воду пить, если уж совсем воды не было, да, то есть там просто, блядь, бывала проблема в том, что найти чистую воду сложно, да, а радиационную пить не очень весело, блядь, да, но, блядь, там хоть такой вариант был, то есть ты без воды там, ты остаться, по сути, не мог, ну, только если ты уже полный долбоёб, да. А здесь же, блядь, ну, вот реально, пиздец, ты тут не можешь пить из рек, ты тут вообще нихуя не можешь, и получается, блядь, если ты раскупил всю воду у торговцев, то тебе пизда, вот, реально, у меня сейчас такая ситуация, что у меня, блядь, там всего немножко вина есть, да, блядь, бутылок 40 воды или 50, я уже не помню, да, вот, я их выпью, и что дальше я буду делать, непонятно, потому что у торговцев больше воды нету, из рек пить нельзя, да, и набирать где-то там воду в тех же каких-то там колодцах, к примеру, ты тоже не можешь, да, тоже, блядь, нахуя было такое делать. То есть, ну, пиздец, и получается, кроме того, что ты должен там следить за прокачкой героя, за выполнением там квестов, за то, чтобы идти в правильное место в правильное время, да, блядь, ты должен ещё следить за запасами воды, нахуй, потому что, когда они истощатся, хуй поймёшь, что ты будешь делать. Блядь, ну, это такой пиздец, что просто ни слов. Ну, с голодом, ладно, да, жатву в игре найти не сложно, это просто даже банально там тоже жареное мясо себе жрёшь потихоньку, да и всё, то есть голод пополнять не проблема, но вот с жаждой это просто пиздец. И, к примеру, почему жажда не восполняется, когда ты пьёшь зелье лечение, ты же пьёшь ту же самую воду, блядь, или типа она сладкая, да, типа зелье лечение, зелье маны, оно типа как лимонад, блядь, да, как тархун, нахуй, оно сладкое, ты его пьёшь и не напиваешься, блядь. Вот в чём причина, нахуй, то есть, да, а если бы зелье реально было, вы восполняли бы жажду, то, блядь, куда проще было бы уже, потому что зелье мы пьём часто, да, и, блядь, блядь, я ещё забыл, как туда попасть, представляете, ребята, а, всё вспомнил, это надо как к пароходу идти, блядь, только я не помню, как идти, а вот туда нам к проходу, да. Вы идёте, блядь? Блядь, волная Соня тоже не отстаёт, Соня с нами, блядь, пойдёт в Охова Массиафа, будет там пиздяриться с этими ассасинами, блядь, с тенями Массиафа, забавный момент, блядь, с этой Соней Бах вообще пиздец, тоже, да, вот квест баранулся, блядь, тоже непонятно с какого хуя он баранулся, причём я, блядь, потратил на его выполнение, там, по-моему, блядь, тысячу или даже больше золотых, да, блядь, а ещё и на момент, когда я эти деньги тратил, для меня это вообще была пиздец, сумма, да и сейчас, в принципе, это нехуёвая для меня сумма, да, блядь, пиздец, ради чего я их потратил, непонятно, потому что квест баганулся, и теперь всё, что у меня есть, то, что это Соня, да, бесконечности за мной бегает, блядь, да, уже хуй знает, сколько времени прошло, а она всё равно, типа, как, блядь, покупная у меня получается, блядь, вот чтоб в жизни так можно было сделать, блядь, платишь там какую-то додоллары, блядь, и у тебя есть, блядь, своя шлюха подручная, да, блядь, 24 часа в сутки, блядь, можешь её жарить, бля пиздец, блядь, пиздец, а, или вести куда-нибудь в лес, чтобы она за тебя дралась, там, блядь, охуенный момент, вообще, да, Соня мой, блядь, этот, Санчо Панса, блядь, да, блядь, оруженосец мой, так, где-то здесь лагерь, да, и там правее, ой, блядь, а, зачем все время оборачиваюсь, можно с кнопочкой, да, просто помните, я только запускал эту модификацию, я даже радовался, потому что появился там бестиарис, только сразу всего нового, агрофон немножко обновленный, и все работало нормально, но потом в процессе прохождения, чем дальше ты проходишь, ты понимаешь, чем все больше понимаешь, что это реально высер просто, блядь, а не модификация, то, что разработчики, ну, реально просто похуистически ко всему отнеслись, то есть, вот, блядь, скрипали, готово, запускай, мы потом обновленную версию будем выпускать до бесконечности, и все. Ну вот, привел я тебя, блядь, лысый, хуй. Постой, я уже вижу его. Да, что ты, блядь. Да, это тот самый проход, о котором я тебе говорил. Спасибо, что довел. Дальше я как-нибудь сам. И что ты теперь собираешься делать? Дрочить, чесаю. Сначала немного передохну, а потом двину дальше, проверю, куда ведет эта пещера. Кстати, если ты собрался сделать то же самое, то на твоем месте я бы сначала очень хорошо подготовился, ибо если там окажется то, о чем я подумал, это запросто может стать для тебя просто непосильной ношей. Хорошо, буду иметь в виду. Не за что, приятель. Ладно, давай, еще увидимся. Так, отвезти Гонсалеса мы прошли. Ну что, тогда давайте ставить на паузу. Адриха подальше, да? А то и вдруг игра вылетит и идти, короче говоря, в ту залупу. Ой, ну что ж. Посмотрим. Пока даже не вылетает. Так, пропавшие послушники. Где там они? Я прошел через пещеру в горах и, кажется, попал в неизвестную доселе часть острова. Что же, для начала придется разобраться, что тут к чему. Одно плохо. Подгорный проход засыпало камнепадом. Обратного пути теперь нет. Если Гонсалес успел пройти раньше меня, значит, первым делом надо постараться найти его и расспросить об этом месте. А до этого момента лучше не предпринимать каких-либо действий. Ну, то есть, пиздаватизм, опять-таки, да, проход засыпало. Ну, то есть, мне говорили, про меня предупреждали, что ты не сможешь потом вернуться уже. Да. Ну, тоже сидя маразм. Полный, блядь, и жут. С какого хуйня, нельзя возвращаться в основную локацию? Почему они это сделали? Я не очень понимаю, если честно. Ой. Ну, Хонсалес, наверное, сейчас, наверное, будет возле выхода прям стоять, да? Наверное, типа такой, братишка, подожди, я тебе сейчас все расскажу. Как тут, что тут? Пока что, что тут даже нихуя нету, вы смотрите, я нечего пособирать абсолютно. Хотя я и Гонсалеса что-то не вижу. Ну, пока что локация простая, потому что что-то только одни шныги. О! А их прям, скажем, сложно назвать тяжелыми оппонентами, да? Так, растений вроде бы здесь никаких. Да. Ну, смотрите, да, вот там вот где-то был какой-то проход, или что там, блядь, я уже забыл. Да, вот же. И тут можно тебя перепрыгнуть и пойти дальше. Вот это интересно, на самом деле. Ага. О, там у нас огольная ящерица. И какая-то даже жила есть. Ни хрена себе. Че-то босс. Нет. Это просто огольная ящерица. Хорошо. А, это железная жила. А я железо ж не умею добывать, да? Ну, да. Новичок, и оно ни хера, короче говоря, не это, да? Просто во все стороны, я понял. Я железо добывать не умею, это тоже железная, да? Хорошо, тогда просто погнали дальше. Я сначала обрадовался, что золотая, подумал. Блин, больно большая какая-то пока что локация. Не люблю такие моменты, когда слишком много вариантов, куда можно идти, да? Можно вниз спускаться, почему, скорее всего, нам куда-то туда и надо идти, да? Плюс нам еще надо этого Гонсалеса найти, а пока что не совсем понятно, где его искать. Так. Пока что, честно, я вообще не совсем понятно, что мне здесь делать. Пять, хоть какой-то гриб здесь расположили, честное слово. Немножко это даже тупо выглядит, да? Ты нашел новую локацию, но опять-таки она практически пустая, блядь. Тут даже нету какого-то ссаного гриба, блядь, хотя бы. А, ну вышли мы, походу, в итоге просто туда вниз. Да, так что... Так что мы не нашли, на самом деле, никого уникального прохода, это мы сюда бы вниз бы и попали бы, правильно? Просто я так бы просто спрыгнул бы сюда, а так мы сюда прошли... Типа, как более правильным путем, что ли? Так, у нас тут аллигатор. Да... Блядь, меня уже жажда почти мучает. Надо сейчас венца будет ёбнуть. Да, пока что у меня печаль, потому что тут вообще нет никакой травы. Я, честно говоря, знаете, что думал, что типа новая локация, мы там сейчас себе насобираем ягод гоблина и диких и лесных ягод, всяких растений. Но мы уже перебродили практически по всей локации, и я вообще пока что не видел никакой травы. Вообще никакой, даже грибов в санах как бы нету. Такой-то лютый пиздец, на самом деле. Ага. Так, смотрим, мы вышли отсюда, правильно? Ну да. Мы вышли отсюда. Оттуда мы перепрыгнули. За водопадом нихера нету. Я просто, если честно, да, не могу понять, куда нам надо двигаться. То есть, единственный вариант, получается, туда-вниз, но что нам, прыгать что ли или что? Да и смысл тоже, там полу ничего нету. А, вон, там какой-то проход, смотрите, да. Отлично. Ну да, по крайней мере, у входа здесь очень простые соперники, это радует. Давайте ебнем бутылку вина. Поуже так хочется ебнуть, что капец, да. О, блядь, я даже не пьянел, нихуя себе, блядь. Что творится, что творится. То есть, как обычно, надо как долбоебу нырять, да? Хорошо. Надо, нырнем, блядь. Опять, это шнихов, слышу. Ну, короче, пока что, мне локация вообще не нравится, потому что вся локация, это, блядь, беги по каким-то туннелям и еби, шнихов. Ну, реально, оно так и есть. Думаю, вы спорить не будете. Ну, тут какой-то проход есть, не знаю. Почему, кстати, туннели очень узкие, блядь. Сука, меня бестит эта локация уже. Все узкое, нихуя не видно, блядь. Куда ты что-то идешь? Нахуя, блядь. Это, получается, даже не территория какая-то, типа, как земельная, да? Это больше, получается, как просто большая пещера, блядь, пока что. Ну, такой вот, нахуя они делали этот проход, допустим, в скале, если здесь было просто ползу на один местной гриб. Я не понимаю, блядь, ну... Ну, сделали, ебать, да, молодцы, да, охуеть, охуеть. Наш вариант есть еще, короче, а мы пришли откуда? Мы пришли где-то отсюда, так. Есть вариант, там на самом верху, куда-то, проход был. И есть вот туда вниз, куда-то, пиздярить. Там тоже какие-то... Ну, давайте сначала, наверное, верхний посмотрим, я даже не знаю. Ну, да, слишком много вариантов, и, как видите, многие из них просто бессмысленные, вот как только что был, да, проход, который очень узкий, и в котором, блядь, просто был ползун и один местный гриб. О, раб-послушник. О, мы что-то нашли, наконец-то. Так, можно с этим мосьяфой попиздить сейчас будет, или что? Элитная терьма, а он даже разговаривать с нами не захотел, да? Ёбанно в рот, откуда они все взялись? Вы еще ёбнутся, и что ли, блядь? Вот, надо перезагружаться, это ясно, да, уже. У них у всех попитал стричь хп, блядь, и тут хуй вот учат, и да, ну. Блядь, я просто не понял, откуда они вообще взялись. Кто-то понял, ребята, блядь. А с рабом можно пополить? Минутку, что ты хочешь... Уйди прочь, ну. Ну да, стоит один чувак, блядь, ты начинаешь с ним драться, вылазит, блядь, 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 он голодно 3,5 тысячи хп, он вылазит целая куча этих долбоебал, блядь. Я разорву тебя на куски. Блядь, вы где-то видели такой бред, блядь, вот пиздец, да? Причем мне интересно, то бах или это типа так и должно быть, блядь, а? Ну это перезагружаться, да. ну погнали тогда отсюда но это конечно лютый пиздец но мне как блядишь только не убрать натуре то бахли да так задумано просто хуй узнает даже что сказать никого никого нету начинаешь с ним драться влазит блять человек стоит их долбоебал блять у каждого попитаешь тысячи и пойдут пиздец какой-то а это я уже куда-то выбрался до причем в дневнике написано то что лучше ничего не предпринимать пока ты не найдешь гонсалеса я и буди его искать то есть я сейчас правильно вышел неправильно я вышел чтобы найти этого самого гонсалеса да может быть натуре есть я сейчас с кем-то заговорю или что-нибудь сделаю до того как я поговорю с гонсалеса можете сделать какую-то ошибку и чё потом мне по новой проходить локацию надо начать круче я закончить выпуск ребята да и почитать форум до почитать форум пока мы еще ничего не начудили бляда но момент с этим чуваком у меня конечно порвал хотя время в хули там порвал дачу вот этой игры можно ждать чего угодно поэтому удивляться тут нечему в принципе ну наконец мы траву хоть стали куда-то собирать да я все жаловался что травы никакой нету и вот пожалуйста трава появилась брат трава такая не сильно нужная да в основу это огольная крапива лечебные растения то есть обычные такие рядовые растения которые принципе не особо той нужны ну мне писал никита поводу да да никита не писал то что типа сама локация небольшая хрен знает пока что в принципе я даже немножко запуталась куда идти ну может это конечно именно что пока что о серафис серафису я всегда рад теперь там внизу падающий но пока что до монстры в локации очень простые как бы никого крутого нету это да крутого никого нету болотная трава но я же я тут основном боюсь что-то неправильно сделать чтобы у нас потом еще одним монстром стало меньше кто это говорил только что кто говорил грязная тварь и еще не мосту стало меньше я не понял а вот костер у это конца лишь а отлично мы наши гонсалеса это здорово тогда может быть нам даже форум не придется запускать может быть сами раздуплимся еще херена было бы конечно каменные таблички кит по находить до что-нибудь в этом роде ну что давай рассказываю что тут да как и план вот и ты давай подсаживайся к костру погрейся спешит теперь все равно некуда что это за место откуда мне знать я как и ты тут впервые но могу посоветовать тебе одну вещь я бы дальше этого места не ходил почему потому что там кроме смерти тебя ничего не ждет если конечно ты не задумал покончить с собой а что там такого опасного впереди находится святилище братства мася и я не думаю что эти парни будут рады тебя видеть так значит мы нашли их логово да но вопрос в другом что теперь делать со всем этим и какие у тебя мысли на этот счет мне видится только три решения этой проблемы если ты уверен в своих силах то мы можем попробовать атаковать их в лоб хотя по мне это абсолютно глупая затея скорее всего мы даже не дойдем до ворот храма поскольку перевес явно не в нашу пользу во вторых мы можем просто уйти отсюда и забыть обо всем этом как о страшном сне точнее уйдешь только ты поскольку я не для того пересек море чтобы так легко отказаться от своих планов ну а ты спасешь себе жизнь уж она того стоит поверь не хочу тебя расстраивать но обратный проход завалило камнями так что уйти отсюда просто так не удастся тем лучше значит теперь не придется выбирать ладно а что там насчет третьего последний вариант еще хуже чем первых два надо как-то попытаться проникнуть в храм но без лишнего шума ты знаешь как это сделать нет но у меня есть одна идея и она может сработать тогда выкладывай не тяни хорошо так вот я нахожусь тут уже несколько дней и за это время успел кое-что разнюхать иногда из храма по направлению к вон той скале ходит один из послушников маслят сначала я не придал этому большого значения до тех пор пока не увидел с кем он возвращается обратно и с кем же как оказалось он вел собой обратно в храм нескольких рабов я решил проверить то место и как оказалось скале есть пещера заходить вглубь я не стал но судя по всему там они держат своих пленников и что ты предлагаешь единственный шанс попасть в храм не привлекая к себе внимание это выдать себя за одного из них план конечно хорош но почему бы это не сделать тебе самому нет некоторые из них видели меня раньше а вот и другое дело убьешь его заберешь доспехи и вместо него отведешь рабов обратно к святилищу уверен что с одним-то бойцом ты должен справиться а уж дальше решим что нам делать ну так как что скажешь честно говоря мне даже больше по душе и вправду бой но в случае переделал он с гонсалесом я сохранился поэтому это хорошо но я же у меня даже больше по душе реально бой просто пойти всех вынесли чем это тут переодеваться какой-то хуйней заниматься да я бы предпочел бой горячая ты голова как я погляжу но раз ты так уверен в себе но тогда не иди вперед иди вперед я за тобой ладно ребятки давайте там и на этом наш выпуск закончим я наверное еще греха подальше зайду на форум почитаю что там да как ну и первым делом и на натуре лучше попытаемся в рукопашную просто пройти что-то мне в подводе то искать и кого-то чувака выдавать себя за кого-то этого тем более что обычно эти тени масяфа у которых не по 15 тысяч хп вроде бы не сильно то и крутые оппоненты да поэтому мы даже по идее должны справиться то и стрел у нас хватает ну а там посмотрим если что то тогда будем переодеваться ну а на этом наш выпуск ребята мы заканчиваем я вам как всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока пока